Более 11 тысяч безбилетников с ноября прошлого года было вывалено в автобусах транспорта Верхнем Волжье. В итоге вместо обычных 30 рублей за проезд, они платят штраф в 2,5 тысячи. За охоты на зайцев понаблюдал наш корреспондент. Утро, будний день. В автобусе номер 33 людно. Инспектор и контролер садятся на маршрут и сразу предупреждают пассажиров. Билеты, карточки готовим на проверочку. Едва завидев людей в синей форме в сопровождении камер, те, у кого еще теплилась надежда проехать, бесплатно потянулись к валидаторам. А вот законопослушным пассажирам прятаться нет повода. Они уже готовы приложить карты, банковские или проездные, к специальному устройству, чтобы доказать, проезд оплачен. Цена поездки всего 30 рублей. Но есть пассажиры, которые не готовы их заплатить. Для них зачастую появление в салоне контролера и инспектора повод прервать свое путешествие на ближайшей остановке. Настораживаются. Многие бегут оплачивать проезд. Многие выбегают из автобуса. Наша задача, чтобы пассажиры всегда оплачивали проезд. Как рассказывает контролер, среди безбилетников большинство – это молодежь. Старшее поколение более дисциплинировано. Чтобы было бы у нас, как говорится, бюджет, чтобы пополнялся. Выявлять безбилетников уполномочен инспектор ГКУ-организатор перевозок Тверской области. Узнать его можно по форме. А вот вступать в конфликт лучше не стоит. Распознать инспектора очень легко. Он наш значок, удостоверение, которому мы представляемся. А дозор, чтобы для доказательной базы, что записывается все на видеорегистраторы, чтобы человек, когда обжаловал данное постановление, мы уже посмотрели его виновность, невиновность. Инспекторы и контролеры работают на линиях каждый день. В основном это те маршруты, где специальная система фиксирует наибольшее число нарушителей. Инспектор их вычисляет, требует документы, удостоверяющие личность и выписывает постановление. Увеличена ответственность за нахождение в транспортном средстве автобусе без оплаты проезда. С тысячей рублей штраф был увеличен до 2500. Актами правительства ГКУ-организатор перевозок были наделены полномочиями осуществлять проверку безбилетного проезда. Если пассажир сопротивляется, то вызывается наряд полиции. Кстати, таковых случаев было более 500. Через три дня штраф появляется в личном кабинете на госуслугах. Оплатить можно через любой банк. Если человек этого не сделал, то его ждет более суровое наказание. Применяется статья 2025. Неуплата штрафа. Судья рассматривает, и у него санкция. Либо 5000, либо административный арест. Как правило, пассажиры стесняются приходить в суды. Административный арест не применяется пока у нас, хотя есть санкция в статье. Им применяется штраф 5000. И тоже направляется служба в суде в присты. На сегодняшний день уже штрафовано более 11 тысяч так называемых «зайцев». Из них более 1800 допрыгались до дополнительных санкций. А если пассажир не согласен со штрафом, он может обжаловать постановление в течение 10 суток со дня вручения. После у гражданина есть 60 дней для добровольной уплаты административного штрафа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok